Аллея в садовом товариществе лагерная завалила мусором, который уже просто перестал помещаться в специальный контейнер. Поэтому добраться до собственного участка дачника можно уже только в резиновых сапогах, а у самой кучи мусора появились новые хозяева. Я шла, главное, через дорогу медленно идет, как кошка. Крыса это оказалась. Женщина говорит, это же крыса. Большая, вообще они вообще. Люди, которые сегодня приехали открывать дачный сезон, задумались о том, можно ли в принципе в таких условиях сажать хоть что-то съедобное на своих огородах. Ведь вся талая вода, проходящая через эту свалку, стекает прямо на их участке. Горы мусора настолько велики, что ими завалила дренажную канаву, которая сетью расходится по всему садоводству. И теперь вместе с водой по этой канаве мусор доплывает практически до каждого дачного участка. Как рассказали садоводы, на прошлой неделе состоялось собрание членов садоводческого товарищества. Отчеты руководства дачников очень удивили. 2 апреля в субботу в прошедшую у нас было отчетное собрание нашего садоводства, где был отчет и председатель, и членов правления. На дворе у нас 16-й год. На 16-й год по ихнему отчету запланировал миллион рублей на вывоз мусора из наших членских взносов. 16-й год на дворе. Посмотрите вот туда. Пожалуйста. Сегодня по телефону председатель садоводческого товарищества пояснил, что дачный сезон еще не начался, и садоводы рано поднимают панику. Я вам четко говорю, что с 1 мая будет вводиться мусор, будет остальное все делать. С 1 мая. Договора с 1 мая у нас с чистым городом заключаем договор. Это каждый год. Начинается с 1 мая сезон. До начала мая остается еще три недели, а по прогнозам синоптиков температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов. И скорее всего, этот мусор не только успеет дотечь до огородов, но и высохнуть на них. Екатерина Нерушкина, Дмитрий Аверкиев, Александр Царегородцев, эфир 24. Показали.